Константин Георгиевич Паустовский – русский и советский писатель, один из виднейших представителей позднего романтизма. Он пробовал свои силы на различных литературных поприщах, не привязываясь к одной конкретной теме. Паустовский еще при жизни стал эталоном пейзажной и лирической прозы. Его работы переведены на многие мировые языки, пользуются широкой популярностью даже спустя годы после смерти автора и считаются частью Золотого фонда классики. Родился Константин Паустовский 31 мая 1892 года в Москве. Отец Георгий Максимович Паустовский был офицером в отставке, работал статистом на железной дороге. Раннее детство Паустовского прошло в Москве, потом в 1898 году семья переехала в Киев. В 1904 мальчика отдали в первую классическую гимназию. Когда он перешел в 6 класс, отец ушел из семьи. Чтобы оплачивать учебу, будущему писателю пришлось подрабатывать репетитором. Уже в гимназические годы Константина привлекало не только чтение, но и писательство. Первым сочинением юного прозаика стал рассказ «На воде». После окончания гимназии в 1912 году Константин стал студентом историко-филологического факультета Киевского университета. Именно там он впервые отчетливо понял, что хочет посвятить писательству свою жизнь. Паустовский проучился всего два года и, бросив университет, переехал в Москву, где жила его мама. Но учеба не получилась. Началась Первая мировая война. Молодой человек нашел себе работу вожатого трамвая, потом трудился на санитарном поезде. Во время Октябрьского переворота Константин Паустовский находился в Москве. Некоторое время он работал журналистом, но вскоре вновь отправился за матерью, на этот раз в Киев. В 1923 году, вернувшись в Москву, Константин Георгиевич стал редактором в российском телеграфном агентстве. В эти годы Паустовский много писал. Его рассказы и очерки активно печатались. Первый сборник рассказов «Встречные корабли» вышел в 1928 году. Тогда же был написан роман «Блистающие облака». Писатель сотрудничает со многими периодическими изданиями, работает в газете «Правда». В 1931 году Паустовский закончил повесть «Кора Бугас». После ее публикации он ушел со службы и посвятил все свое время литературе. В 1932 году Константин Георгиевич побывал в Петрозаводске, работая над историей Онежского завода. Результатом поездки стали повести «Судьба Шарля, Лансевиле и Озерный фронт», «Большой очерк», «Онежский завод». Впечатления от поездки по северу страны легли в основу очерков «Страна за Онегой» и «Мурманск». Писатель много путешествовал по стране. География его поездок была очень обширной – Сибирь, Донбасс, Балтика, Средняя Азия. Он пробовал свои силы в разных профессиях, и каждый такой период мог стать отдельной книгой жизни. Сильнее всего он прикипел душой к Владимирской области, находя своеобразное очарование в ее голубых озерах, глухих лесах и заброшенных дорогах. Природа этого края вдохновила на написание рассказов – «Борсучий нос», «Кот ворюга», «Снег», «Сивый мерин». Сейчас в школьной программе есть несколько произведений Паустовского – «Заячи лапы», «Растрепанный воробей», «Жильцы старого дома». Писал Константин Паустовский и сказки, которые получились очень добрыми и поучительными. К примеру, «Теплый хлеб» – история о жестоком мальчике-эгоисте и как от этого эгоизма пострадали его односельчане. Еще одна сказка называлась «Корзина с еловыми шишками» о музыканте Григе и дочери лесника, которая легла в основу мультфильма, вышедшего в 1989 году. В общей сложности 13 произведений писателя были экранизированы. С начала Великой Отечественной войны Паустовский, ставший военным корреспондентом, служил на Южном фронте. Одновременно с работой в информационном агентстве Паустовский писал роман «Дым Отечества», рассказы, пьесы. Эвакуированный в Барнаул Московский камерный театр поставил спектакль по его произведению «Пока не остановится сердце». В 50-х годах имя советского писателя Паустовского стало известно в мире. Его произведения начали выходить на многих европейских языках. Он был не только писателем, но и преподавателем литературного института. Многие из его учеников пополнили ряды классиков советской прозы. Преданной поклонницей творчества Паустовского стала Марлен Дитрих. В книге «Воспоминания и рассуждения» она посвятила ему отдельную главу. Поэтическую прозу Паустовского немецкая актриса оценила после прочтения телеграммы. Этот рассказ произвел на Дитрих столь сильное впечатление, что с тех пор она помнила и произведение, и имя автора, о котором ранее не слышала. После смерти Сталина Паустовский смог путешествовать. Он посетил Польшу, Турцию, был Болгарией, Швеции, Италией. В путешествии он писал путевые очерки и рассказы. Итальянские встречи, мимолетний Париж, огнила манша. Книга «Золотая роза», посвященная литературному творчеству, вышла в 1955 году. В ней автор пытается осмыслить удивительную и прекрасную область человеческой деятельности. В середине 60-х Паустовский закончил автобиографическую «Повесть о жизни». В 1965 году он был одним из вероятных кандидатов на Нобелевскую премию в области литературы, которая в итоге была присуждена Михаилу Шолохову. Долгие годы Паустовского мучила астма. К концу жизни она обострилась, но, несмотря на это, он продолжал вести активный образ жизни, участвовал в общественных делах. Под его защиту попадали опальные писатели. Константин Георгиевич никогда не участвовал в расправах над инакомыслящими, наоборот, по мере возможности протягивал им руку помощи. Сердце писателя остановилось 14 июля 1968 года. Причиной смерти стал инфаркт. Константин Георгиевич завещал похоронить его в Таруси, и его волю исполнили в точности. Причинаbereich. Причина Evaла в России, Продолжение следует...